Ну, давайте мы, так сказать, тогда четко сконцентрируемся на клинических рекомендациях, опять же, прокомментирую какие-то вещи, ну, скажем так, подробно комментировались в свое время в журнале клиническо-экспериментальной тироидологии, мной же и, собственно, обсуждались широко рекомендации 2011 года, очень подробные, полные, то есть это практически целый номер журнала они занимали, вот. И вот сейчас, в 2016 году, спустя 5 лет, вышло их обновление, поэтому я буквально, поскольку времени мало, я буквально покажу пару моментов, которые, ну, мне кажется, чуть обновились все-таки, вот. Потому что в тиротоксикозе поживее немножко ситуация, чем с гипотириозом. Да, вот они, собственно говоря, рекомендации 2016 года, уже было время их, так сказать, читаться поподробнее, в отличие вот от этих рекомендаций по беременности 2017 года. Что здесь, формулировки многие изменились, то есть формулировки, даже определение тиротоксикоза чуть поменялось, я хочу сказать, вот в этом 2016 году. Ну, сейчас это, так сказать, в эти философства не впадать не будем. Опять же, лейтмотивом любых, любых рекомендаций, начало любых рекомендаций по тиротоксикозу, это понимание того, что это совершенно разные заболевания. Нельзя говорить про тиротоксикоз вообще, нельзя говорить про субклинический тиротоксикоз вообще, да, можно говорить про конкретное заболевание, которое с ним протекает, поэтому вот буквально самая первая рекомендация, она в данном случае модифицирована, простые вещи достаточно очевидные, но тем не менее они выглядят именно так. Не рассуждайте про тиротоксикоз. Это, кстати говоря, в существенной мере затрудняет, ну, и в том числе и лекции про тиротоксикоз. Если бы было какое-то заболевание одно, было бы всё достаточно чётко и ёмко очерчено. Невозможно объединить несовместимые вещи, там, допустим, продуктивный и деструктивный тиротоксикоз. Ну, в этом плане ничего не поменялось, то есть стагнация остаётся достаточно мощной, я имею в виду, что вот эти три метода, причём они для взрослых расположены именно в той последовательности, в какой они остаются наиболее популярными, то есть на первом месте терапия радиоактивным йодом, да, теростатические препараты и тироидоктомия для болезни Грейвса, ВОЗ и ныне там, и по прогнозам, ну, скажем так, может кто помоложе и доживёт до появления новых методов этиотропных, направленных на причину заболевания, вот, но пока этот вопрос очень сложный, да, то есть вся направленность на сегодняшний день при этом аутоиммунном заболевании, тем не менее, так сказать, все методы направлены, к сожалению, только на саму щитовидную железу, а не на аутоиммунный процесс, то есть не на болезнь иммунной системы, а на мишень для этого аутоиммунного процесса. Ну, опять же, здесь ничего интересного, ничего не поменялось, вот эта цифра, она как была, так и осталась, отчасти эмпирическая, но это уже, наверное, такой осознанных исследований, больше 50 лет, я имею в виду исследований с использованием современных гормональных методов исследования, потому что, конечно, теростатики появились в 40-х годах прошлого века, но если брать там год рождения ТТГ и тероидных гормонов, когда эти исследования уже были более осознанные, то уже вот, в общем, большая история и эмпирическая цифра, бывают ремиссии после этого, бывают и через 10 лет ремиссии развиваются, но мы не можем делать ставку на эту фишку, да, поэтому, в общем, исчерпываем ситуацию этим сроком тот самый срок, который и был. Вот, пожалуй, небольшие такие тонкие моменты, опять же, они обсуждались уже много лет, наверное, мы говорим об антителах к рецептору ТТГ уже с начала 2000-х годов, но, тем не менее, вот они вот тут появились такие вот так в рекомендациях, тем более, кстати, интересно, что рекомендация строгая, да, вот вышло это на такой уровень, что, да, перед отменой для прогноза, собственно говоря, ремиссии или рецидива рекомендуется оценить уровень антител к рецептору ТТГ. Хочу сказать, что, в общем, ну, само по себе сохранение высокого уровня антител к рецептору ТТГ не может быть показанием для радикального лечения. То есть, если вы закончили консервативную терапию, то есть прошло два года, там, условно говоря, лучше год, я на протяжении больше, чем года редко назначаю тиростатики. То есть, скажем так, для того, чтобы отправлять пациента на аблативную терапию, то есть на аблативное лечение, то есть либо на тироидоктомию, либо на терапию радиоактивным йодом, конечно, нужно верифицировать тиротоксикоз, что он возник. Просто в данном случае антитела могут это прогнозировать, но никак не быть единственным показанием для аблативного лечения, безусловно. Хотя иногда, кстати, эти антитела почему-то так вот воспринимают. Нет, антитела к рецептору ТТГ практически ни в какой ипостаси нельзя воспринимать в качестве единственного теста. Они всегда анализируются совместно с уровнем тироидных гормонов, всегда анализируются в контексте ситуации. Вот еще один момент, опять же, он вышел в ранг рекомендации. Это то, что касается хирургического лечения. Ну, я бы сказал, что вообще лечение хирургического, то есть тироидоктомии, вообще это свойственно. То есть это будет справедливой в отношении, допустим, операции по поводу рака щитовидной железы. То есть профилактика транзиторного, не очень приятного и еще менее приятного стойкого гипопаратериоза. Фактором риска транзиторного гипопаратериоза является дефицит витамина D. Поэтому, ну, вот это обозначено так. На мой взгляд, нужно еще проще все это производить. Дело в том, что определение 25-гидроксивитамина D методически, ну, опять же, очень несовершенно. И четко, скажем так, очень много факторов, которые влияют на этот показатель. Очень много разных тест-систем, которые определяют разные фракции вот этого витамина D. Поэтому, по мне, так проще, если вы направляете или направляете, в принципе, пациента на тироидоктомию по поводу, будь то болезнь Грейвса или рак щитовидной железы, проще вслепую назначить профилактическую дозу витамина D, который хуже ему точно не будет, но это снизит существенно риск транзиторного гипопаратериоза. Напоминаю, что транзиторный гипопаратериоз, если смотреть у всех пациентов ионизированный кальций в послеоперационном периоде, то 20% это вообще абсолютно нормальная цифра для транзиторного, который, как правило, не имеет выраженных клинических проявлений. Поэтому вместо вот этих вот нагроможденных алгоритмов, посмотрите, 25-гидроксия, мне кажется, проще вот вы пациента пока готовите к операции, если планируете оперировать, или пока он дойдет до хирурга, ну назначите там, я не знаю, обычные профилактические дозы витамина D, хуже не будет, точно лучше будет, так сказать, лучше может быть, скажем так, и это не такая дорогая терапия. Хотя вот рекомендация, то есть как бы вот так звучит натурально американская рекомендация в отношении витамина D. Просто приходится видеть различные такие нагроможденные кирпичики, посмотрите это, посмотрите это, проще всем подряд. Мне кажется, я так делаю. И в клинике как бы тоже это пропагандирую, я говорю, назначьте. В отношении детей, вот была, кстати говоря, дискуссия в отношении лечения болезни Грейса у детей на российском съезде в доме, собственно говоря, в Академии наук. Я там тоже выступал в прениях. Ну и вот, по сути дела, та рекомендация, ее текст, если кто-то был и помнит вот эту дискуссию, то, в общем, вот этот текст. Посмотрите, пожалуйста, методы лечения болезни Грейса у детей. Ну, вы пока читаете, я прокомментирую. На мой взгляд, разница в течении болезни Грейса у детей и у взрослых заключается только в том, что вероятность ремиссии у взрослых существенно меньше, господи, у детей значительно меньше, а не больше, как это, собственно говоря, пропагандировалось на протяжении многих лет. То есть, чем пациент моложе, тем меньше вероятность развития ремиссии на фоне консервативной терапии. И это касается и детей. Возможные исключения составляют дети препубертатного возраста, но, на мой взгляд, это весьма сомнительно, потому что в препубертате болезнью Грейса болеют, но это просто казуистика. И дети-то казуистика, как правило, это уже подростки, да, подростки, которые, в общем, с позиции, мне кажется, функциональной ничем мало чем отличаются от взрослых. Это так, как бы подростки бывают выше меня на две головы ростом. Вот, ну и тем не менее, посмотрите рекомендации. Избегать йод-131 рекомендуется у детей очень маленьких. Да, меньше пяти лет. Ну, и слава богу, что здесь эти заболевания-то и встречаются. Я опять же говорю, это единичные случаи, вот, абсолютно. И то надо еще задуматься о том, Грейс ли это в этой ситуации. В остальном это радиоактивный йод, соответственно, и тироидоктомия, и тиростатики. Значит, то, что касается, посмотрите, я сейчас верну в отношении тиростатической терапии. Не пять, не десять лет, а год-два. То есть, то же самое, что у взрослых. То есть, если вы чаще это подросток, да, тиростатическую терапию назначаете на протяжении этого времени, то этим так же, как и у взрослых, все заканчивается. Если развивается и сохраняется тиротоксикоз после отмены тиростатиков, то, в общем, вы так же, как и у взрослых, уже используете аблативную терапию. А вот здесь, посмотрите, а здесь возникает масса сложностей. Почему я, ну, на основании, собственно говоря, и литературы, и, собственно, опыта, детей приходится, смотрите, подростков тоже с патологией щитовидной железы, да простят меня детские эндокринологи, которые болезнь Грейса все-таки видят реже, методом выбора я бы назвал терапию радиоактивным йодом. Потому что тироидоктомия, она сопряжена с массой технических и социальных сложностей. Во-первых, детских хирургов, которые бы умели делать тироидоктомии, ну, я знаю только профессора Полякова, который занимался детским раком, он владеет тироидоктомией. То есть, это так редко бывает, что тироидоктомией детские хирурги не владеют практически, так как владеют ей взрослые хирурги. Но лицензии у взрослых хирургов на операцию детей нет. Нету и у анестезиологов, соответственно, это нужна какая-то специализированная детская клиника, где будут некие вот эти вот, как бы, я не знаю. Ну, факт тот, что это очень сложно. Доверять, посмотрите, да, high volume surgeon, то есть должен, если оперировать, то оперировать должен опытный хирург. Каковых? Почти нет детских, да? Да? Кроме того, собственно говоря, зачем оперировать, когда можно дать радиоактивный йод? Да? Отсюда возникает концепция, что давайте мы дождемся, пока он вырастет, а там, глядишь, ремиссия разовьется лет через 5-10 теростатической терапии. А что там, собственно говоря, останется, так сказать, если ребенок и подросток испытывают эпизодически, так сказать, да, возвращающийся теротоксикоз, это уже большой вопрос. Поэтому, в общем, терапия радиоактивным йодом, на мой взгляд, в этой ситуации является безопасным достаточно методом, потому что понятно, что речь не идет о тех активностях, которые назначаются при раке. Ну и, собственно, эндокринологический научный центр в настоящее время назначает, слава богу, подросткам, детям старше 5 лет терапию радиоактивным йодом, потому что хирургия, на мой взгляд, здесь, ну, и сложнее, да и, в общем, зачем, когда есть радиоактивный йод. Опять же, это подтверждают эти рекомендации. Возможно, у меня, вам покажется мое мнение радикальным, но уже 20-летний опыт лечения радиоактивным йодом у подростков болезни Грейвса, собственно говоря, есть. Ну, субклинический теротоксикоз. Интересно, что вот ровно год назад в этом же зале я читал, делал доклад по субклиническому теротоксикозу. И впервые эти рекомендации сделала Европейская теротоксикоза, но американская, по сути дела, спустя, ну, практически год, ну, почти дословно повторяет все то, что было написано европейцами в отношении субклинического теротоксикоза. Да? Первый момент. Опять же, невозможно рассуждать о субклиническом теротоксикозе вообще. Нужно обсуждать конкретные заболевания. То есть, пожалуйста, имейте в виду, субклинический теротоксикоз – это не субклинический гипотиреоз со знаком минус, как говорится. То есть, это абсолютно другая ситуация, требующая абсолютно других решений. И в основе этих решений должна лежать нозологическая диагностика. То есть, опять же, на вопрос, что делать с субклиническим теротоксикозом, мой ответ – поставьте клинический и нозологический диагноз, тогда вы сами это очень хорошо поймёте. Если говорить про наиболее частая причина стойкого, длительно существующего теротоксикоза, эндогенного, это всё-таки функциональная автономия щитаидной железы, если говорить про неё, то посмотрите, пожалуйста, активное лечение стойкого субклинического теротоксикоза. Вдруг теми же самыми словами повторяются, ну, практически теми же словами повторяются европейские рекомендации. Итак, ТТГ меньше, чем 0,1, да, не надо раньше времени хвататься за голову, есть ТТГ там 0,3, да, ТТГ меньше, чем 0,1, опять же, возраст старше 65 лет, здесь доказано патологическое значение стойкого теротоксикоза, у 20-летних это не доказано, да. Если есть факторы сердечно-сосудистого риска, и ТТГ даже просто снижен, но если есть факторы риска, то есть даже если ТТГ тот самый 0,2, но если есть дополнительные сердечно-сосудистые факторы, или патология сердца, или остеопороз, или это женщины в постмионопаузе, ну, в данном случае формулировка не получающая ЗГТ, или бифосфонаты, или симптомы теротоксикоза, тогда независимо от того, собственно говоря, насколько снижен ТТГ, да, то есть в общем, да, старше 65 лет при ТТГ меньше, чем 0,1, если есть превходящие факторы, перечисленные здесь, тогда, в общем, более такая активная позиция лечебная должна быть в отношении пациентов. Ну, опять же, это повтор, доказательность, строгая рекомендация, умеренный уровень доказательности, но, тем не менее, в общем, так оно и есть. Ну, тоже самый повтор, да, вот посмотрите, если ТТГ в европейском варианте – это субклинический теротоксикоз первой степени, да, когда ТТГ от 0,1 до 0,4, активное вмешательство рекомендуется у лиц старше 65 лет при наличии сопутствующей патологии. Если меньше, чем 0,1, даже и без сопутствующей явной клинической сердечно-сосудистой патологии, вмешательство тоже нужно. Опять же, как правило, это будут лица с функциональной автономией. Очень редко это такая, ну, бывает, конечно, вялотекущая болезнь Грейвса, но все-таки это заболевание чаще протекает более манифестно с, скажем так, и в более, относительно более молодом возрасте. Ну, то, что касается эндокринной орбитопатии, это тоже новшество в том числе этих рекомендаций, да, вот потому что в них, в эти американские рекомендации вошли, вошла и эндокринная орбитопатия, вот. Но фактически Наталья Юрьевна уже все рассказала об этом, вот, то есть кому показана, в основном обсуждается момент какой, кому показана профилактическая терапия преднизолоном, да, в основном вокруг этого обсуждается. Понятно, что методом выбора является пульс-терапия метилпреднизолоном, при прочих равных, ну, опять же, вот эта табличка, которую уже Наталья Юрьевна показала, абсолютно такая универсальная для всех рекомендаций. Если суммировать, вот, суммировать профилактическую терапию, из американских рекомендаций, они говорят, что если это активная эндокринная орбитопатия и средней тяжести, да, активной и средней тяжести, тогда, вот именно активной и средней тяжести, тогда, да, преднизолон. Если она неактивной и средней тяжести, то нет. Если она тяжелая, то в принципе методом выбора не будет терапия радиоактивным йодом при методом выбора. Хотя иногда это приходится по многим причинам использовать все равно фактически. Но тем не менее, при тяжелой угрожающей зрению орбитопатии, это уже было сказано, лучше не использовать терапию радиоактивным йодом. Либо если это легкая орбитопатия, то при входящими факторами, которые заставят назначить профилактическую терапию преднизолоном после терапии радиоактивным йодом, в американском варианте это курение, высокий уровень телокрецептора ТТГ и тяжелый тиротоксикоз. На самом деле, времени у нас, к сожалению, нет, чтобы подробно обсуждать эти моменты. Хотя можно было бы, наверное, отдельный симпозиум посвятить. Тиротоксикоза, офтальмопатия. Собственно, мы это уже делали много раз. Я в заключении единственное скажу, опять же покажу вот этот знак, сказав, что как бы мы не хотели, чтобы нам кто-то выдал рекомендации уровня катехизиса или уровня поваренной книги, как бы, да, как сварить там, я не знаю, что, кашу манную, возьмите крупу, положите в кастрюлю, да, добавьте там, посолите, поперчите и так далее, получите блюдо. Такого, к сожалению, ну, не бывает. Этого не бывает нигде ни при сахарном диабете, ни при заболеваниях щитовидной железы. Все рекомендации являются, ну, неким срезом общих представлений наших о проблеме. Поэтому, как их преломлять в отношении конкретного пациента, вы уже будете, собственно говоря, вы сами этим будете заниматься. Не ждите от рекомендаций ответов на все вопросы по отношению к каждому пациенту. Не ждите, их не будет. Это алгоритмы. Спасибо.